Минюст пустит Одесское и Черновицкое СИЗО с молотком. Конкурс о продаже следственных изоляторов уже объявлен. Об этом сегодня на брифинге сообщила замминистра юстиции Наталья Севастьянова. Конкурс проведут по принципу государственно-частного партнерства. Подробнее далее в материале. Минюст распродает СИЗО. В Одессе уже выставлены на конкурс 4 участка. Их площадь около 20 гектаров. Черновицкий изолятор, который находится в центре города, тоже продается. В Минюсте заявили, готовы выставить на аукцион все 100 подведомственных СИЗО. В феврале этого года стартовали продажи Лукьяновского и Львовского СИЗО. В Минюсте тогда заявили, это начало большой и успешной пенитенциарной реформы. И уверяли, в пользование инвесторам отдадут территорию СИЗО. Однако здание киевского изолятора имеет историческую ценность. В Минюсте заявили, сносить СИЗО не позволят. Теперь же, по словам Севастьяновой, на месте Лукьяновского изолятора инвесторы предлагают построить ночной клуб или элитные дома. По мнению экспертов, СИЗО будут покупать в столице и областных городах с целью захвата дорогой земли. Лукьяновский СИЗО курирует Минюст, лозунгом которого является «друзьям всего врагам закон», то нетрудно предположить, что надо смотреть на друзей Минюста. Наверняка они появятся, поскольку вопрос коммерчески очень вкусный. Ведь при средней стоимости в районе Лукьяновки квадратного метра около 1000 долларов, речь идет по 100 тысячам квадратных метров. У нас 20 тысяч человек приблизительно находятся в местах предварительного заключения. Где эти люди будут жить, если пока что новых объектов, новых мест содержания не построено? Как бы это все не превратилось в очередную какую-то аферу, когда государство потеряет свое имущество в центре города? О проколах в работе пенитенциарной службы, за которую отвечает глава Минюста Петренко, сегодня заявили и в ГПУ. Так, в 88-й колонии Запорожской области заключенные несколько лет занимались печатанием фальшивых денег. Об этом сообщают в Генпрокуратуре. Во время проверки исправительного заведения правоохранители обнаружили фальшивые деньги и оборудование для их изготовления. Всего же заключенные напечатали около 3,5 миллионов рублей, 50 тысяч долларов и более 45 тысяч гривен. Следствие установило, что трудились фальшивомонетчики под патронатом администрации. Напомню, о других скандалах с участием министра юстиции Павла Петренко накануне сообщил национальный антикоррупционный портал. По сведениям журналистов, в конце 2015 года Петренко поспособствовал своему коллеге по фракции нардепу Сергею Пашинскому в рейдерском захвате Житомирской кондитерской фабрики. Якобы Минюст исключил предприятие из единого государственного реестра и назначил нового директора. Привлекла внимание журналистов портала и декларация чиновника. В мае этого года Петренко указал в документе почти полмиллиона долларов наличными и свыше одного миллиона зеленых на депозите во счетбанке. Александр Васильченко, Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин. Подробности телеканал Интер.